Здравствуйте! Вечер в воскресенье. В эфире итоговая программа АПТА. И вновь с вами я, ее ведущая Наталья Хоменко. В ближайшие полчаса мы расскажем вам все, чем запомнились уходящие 7 дней. Ситуация остается сложной. Президент заявил о продлении карантина и поставил ряд важных поручений перед правительством и Акимами в ходе заседания Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ненадолжном уровне Акимобласти подверг критике работу ряда Акимов районов и городов и поручил принять срочные и эффективные меры по недопущению распространения пандемии. Новые подходы для борьбы с COVID-19 в область прибыла группа российских врачей и высококлассные специалисты, проводят консультации местных медиков и внедряют новые методы лечения пациентов. Где лекарства на закуп медикаментов в области дополнительно выделено 500 миллионов тенге. Ситуация на контроле специально созданных мониторинговых групп, в обязанностях которых и контроль цен на препараты острой необходимости. Глоток воздуха. В области приняты экстренные меры по закупу аппаратов ИВЛ. К работе подключились меценаты. Акция добра уже охватила сотни неравнодушных людей. Тотальная дезинфекция. В области развернулись работы по обработке общественных мест. Специально созданные бригады работают круглосуточно, чтобы охватить как можно больше территории и обезопасить население. Неделя началась с общенационального траура. Вся страна скорбела по жертвам коронавируса. Первый случай заболевания в Казахстане был зафиксирован в середине марта. И тогда уж точно никто и поверить не мог, что пандемия у нас примет такие масштабы. Унесет сотни жизней и станет настоящей трагедией для всех тех, кто потерял своих близких. Кто сегодня из последних сил борется за свою жизнь. Для тех, кто неустанно трудится на передовой борьбы с коронавирусом. И, впрочем, для всех нас, казахстанцев, чья страна переживает сложнейший в своей истории период. От нашей с вами бдительности и осторожности сегодня без преувеличения зависит жизнь. Жизнь наших близких и жизнь тех, кто сегодня на передовой борьбы с пандемией. По данным Министерства здравоохранения, от коронавируса скончался 51 медработник. Глава государства 13 июля наградил погибших медиков государственными наградами. За самоотверженный труд по охране здоровья граждан по указу главы государства Касымжимар Татокаева орденом Борис второй степени посмертно. Был награжден и главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов. Несмотря на опасность заражения, он всегда оставался на передовой. На регулярной основе посещал больницы, стационары и общался с пациентами. И даже соблюдая меры предосторожности, вирус не пощадил его. Кайрат Баймухамбетов скончался 10 июля. За образцовое исполнение служебного долга орденом Курмет награжден и врач центральной районной больницы поселка Узнагаш Жамбулского района Бигаледин Алашбаев. Ему было всего 36 лет. Президент страны отметил выдающиеся заслуги врачей перед отчизной и заверил, что их самоотверженность, проявленная при исполнении служебного долга, навсегда останется в памяти казахстанцев. Да, ситуация по-прежнему остается сложной, а потому президент заявил о продлении карантина в Казахстане. Еще две недели страна будет жить в условиях ограничений. Практика доказала лишь так. При условии соблюдения строгих мер самозащиты, написал у себя на странице в Твиттер Касамжуар Тукаев, возможно удержать львиное распространение опасного вируса. И как официально на этой неделе заявили представители Всемирной организации здравоохранения, ситуация с COVID-19 в Казахстане улучшается. Благодаря принятым рядом санитарных норм, а также улучшениям мер тестирования и лечения пациентов, заявили ВОЗ в стране, наблюдается спад. Первые признаки стабилизации нужно закрепить, и именно эти две недели станут ключевыми, заключил президент и подчеркнул правительство выплатить соцвыплату в размере 42,5 тысяч тенге за июль всем тем, кто остался без дохода в период карантина. В минувшую пятницу на порталах Ейговки Зет, Янбек и Хоумбанк стартовал прием заявлений на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования. А уже с завтрашнего дня, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, казахстанцы начнут получать деньги. Еще ряд важных поручений на этой неделе перед правительством и Акимами поставил глава государства в ходе межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Касамжимар Токаев подверг критике работу ряда ответственных лиц, подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы. Навести порядок со статистикой, она должна быть прозрачной и достоверной, оснастить больницы оборудованием и медикаментами, наказать всех тех, кто занимается незаконной торговлей лекарственными средствами и жестко разобраться с теми, кто пытается нажиться на смертях людей. Глава государства четко обозначил все самые наболевшие проблемы и потребовал от правительства и Акимов решить их в кратчайшие сроки. Иначе спрос будет жестким. Критики подверг работу правительства и ряда Акимов глава государства в ходе заседания межведомственной комиссии. Как отметил президент, судя по докладам ответственных лиц, ситуация под контролем. Однако на деле все не так. Наиболее неблагоприятная ситуация сегодня обстоит в западно-казахстанской, Атыраусской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в столице и Алматы. Что касается обеспечения лекарственными изделиями аптек, по нашим данным, обследовано 43 аптеки. Все же дефицит лекарственных изделий есть. Я сейчас не буду перечислять все лекарственные изделия. Тут и ингаверина, орбидолы и чего только нет. Плюс очереди, скопление людей. От 80 до 90 человек. У здания центральной аптеки номер 2, расположенные по адресу проспект Назарбаева, здание 91. Очередь 30-40 человек. Аптека Плюс, расположенный по адресу улицы Ауэзова, здание 175 и так далее. Но видео на эту тему входят. Люди с удовольствием снимают, делятся друг с другом. Вот смотрите, правительство саботирует. Акимы его не признают. Ситуация выходит из-под контроля. Помимо дефицита лекарств, в ходе совещания также были затронуты вопросы проведения тестирования граждан. Сейчас достигнут уровень отбора проб до 32 тысяч человек в день. Однако между регионами наблюдается разрыв показателей. Президент поручил правительству обеспечить жесткий контроль за выравниванием уровня тестирования между регионами. Особое внимание глава государства уделил коечному фонду. Сегодня повсеместно увеличивается число койко-мест. На сегодняшний день, по вашему поручению, везде провизировано и увеличено количество инфекционных и провизированных коек в три раза с 1200 до 4000. Развертывание коек для инфицированных происходит за счет закрытия других медицинских центров. В результате доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился, отметил президент. Хасамжумар Тукаев поручил правительству и Акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам. За шесть месяцев в два раза увеличилась материнская смертность. Правительству и Акимам необходимо поэтапно восстановить оказание плановой медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Речь идет об онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях и других, а также беременным женщинам. Раскритиковал глава государства ответственных лиц и по поводу снабжения больниц кислородом. Из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это неприемлемо, заявил президент. Это нонсенс. Население закупает кислород промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Имеются факты использования промышленных кислородных баллонов в квартирах и частных домах. Правительству и Акимам предстоит в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и проблему использования кислородных баллонов на дому. Все проблемы начинаются с неправильного планирования работы, подчеркнул президент. Глава государства отметил слабую и разъяснительную работу Акимов по соблюдению карантинного режима. Несмотря на принятые в стране ограничительные меры, продолжается проведение семейных торжеств. В стране продолжаются семейные торжества и мероприятия. Некоторые из которых собирают до двух тысяч человек. Мне вот доложили, что недавно в Туркестанской области было такое мероприятие. Масштабное мероприятие до двух тысяч человек в условиях пандемии. Это просто невероятно. Предпринимаются попытки провести аналогичные мероприятия и в других регионах. Нужно продолжать разъяснительную работу. В случае карантинного режима ситуация только ухудшится. Люди будут умирать десятками тысяч со всеми вытекающими отсюда политическими и социально-экономическими последствиями. Добавлю к этому. Нам следует отходить от патриархального принципа. Это вчерашний, позавчерашний день. Особенно на фоне научно-технического прогресса. В завершении глава государства заявил, что все данные по коронавирусу, включая статистику, должны стать прерогативой правительства, чтобы избежать распространения недостоверных данных от частных лиц, вводящих общественность в заблуждение. Ануар Мангельдинов при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан. Строго соблюдать карантинные меры призвал население и премьер-министр страны Оскар Мамин. А всем госорганам и Акимам поручил в полном объеме реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. Детально ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране обсудили на заседании правительства. По словам министра здравоохранения Алексея Цой, для дальнейшей стабилизации эпидситуации проводится мониторинг эффективности мероприятий в регионах, направленных на борьбу с пандемией. Он проводится по 17 индикаторам. В их число входит охват населения тестами, обеспеченность инфекционных и провизорных больниц кислородными концентратами, рентгенаппаратами, компьютерными томографами и многое другое. Важным остается контроль за соблюдением санитарных норм. Активизировать работу мониторинговых групп поручил глава Кабмина, а также проработать дальнейший алгоритм действий по недопущению распространения опасной инфекции. Одна из действенных мер по заключению Министерства здравоохранения станет продление дистанционного обучения школьников в первой четверти. Решение об этом уже принято. В период карантина роль детей в передаче инфекции была снижена ввиду расформирования организованных коллективов. Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции вне школы, а также вовлечении детей в передаче инфекции в обществе. Еще ряд конкретных задач по исполнению поручений президента в рамках стабилизации ситуации с коронавирусом поставил премьер-министр перед ответственными лицами и предупредил за их реализацию, каждый руководитель будет нести персональную ответственность. О личной ответственности каждого за ненадлежащее исполнение поставленных задач предупредил своих коллег и Аким области Амандык Баталов. В понедельник после больничного он приступил к работе, оценил ситуацию в разрезе регионов, проведя телефонные разговоры с каждым из руководителей районов и городов. На повестке дня ряд особо важных вопросов. В первую очередь количество и состояние пациента, оснащенность медучреждений лекарствами и оборудованием, загруженность больницы, количество кое-ко-мест, поставки медикаментов в аптеки, работа провизорных центров и соблюдение санитарных норм. И, как выяснилось, пробелов в работе немало. В последнее время, отметил Амандык Баталов, некоторыми Акимами районов и городов была ненадолженном уровне организована работа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом есть объективные причины, в числе которых болезнь некоторых руководителей областных контролирующих структур и ряд других факторов. Однако, подчеркнула Аким области, по непонятным причинам была приостановлена работа оперативного штаба. Но самое главное, был нарушен алгоритм работы инфекционных и провизорных отделений. Такие факты были зафиксированы в ряде регионов. Это, в первую очередь, недоработка Акимов на местах руководства управления здравоохранения и непосредственно главных врачей медучреждений, допустившие такие грубые нарушения санитарных норм. Особо отметил Аким области и поручил Акимам на местах активизировать работу по стабилизации эпид-обстановки и принять все меры по недопущению дальнейшего распространения опасной инфекции. Для этого руководство области уже предприняло ряд конкретных мер и предусмотрело выделение дополнительных финансовых средств. В первую очередь, на закуп лекарств и так необходимых сегодня аппаратов ИВЛ. Считаю, что все это и многие другие факторы стали причиной резкого роста заболеваемости, особенно в городах Талдыкурган и Текили, где рост составил 11-12% соответственно. Поэтому поручил всем Акимам районов и городов принять меры по недопущению дальнейшего роста заражения населения, организовать всю соответствующую работу по лечению жителей области на должном уровне, обеспечить необходимым количеством койко-мест в стационарах, медикаментами и всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ. В короткие сроки дополнительно открыть еще несколько лабораторий для ПЦР-анализов для населения. Всю эту работу начать немедленно и о результатах докладывать ежедневно в оперативный штаб. Все условия для принятия мер решены, пересмотрен областной бюджет. Сокращены все ненужные программы и выделены средства в необходимом объеме для оказания медицинской помощи нуждающимся и поддержки медработников. В целом только на борьбу с коронавирусом с местного бюджета направлено около 5 миллиардов тенге. Вместе с тем, Амандык Баталов особые слова благодарности выразил всем неравнодушным гражданам области, которые в это тяжелое время оказывают бескорыстную помощь в виде продуктов питания для больных и медиков, помогают медикаментами, оборудованием и многим другим. Ну а главные слова были направлены всем нам. Акимобласти призвал земляков строго соблюдать все требования по карантину и ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. Берегите себя, написал на своей странице в социальных сетях Амандык Баталов и подчеркнул. Сегодня очень многое зависит от нашей с вами сознательности. Привлечь высококлассных специалистов на борьбу с пандемией поручила Акимобласть. В регионе уже создана специальная группа медиков высшей категории, которые будут консультировать своих коллег по методам лечения пациентов, профилактике заболевания и внедрению эффективного алгоритма санитарных мер. Специалисты будут выезжать в регион и вести онлайн-консультации. А на этой неделе по приглашению руководства для борьбы с COVID-19 область посетила группа российских врачей. Напомним, в Казахстан они прибыли 6 июля, где на протяжении недели консультировали столичных коллег. Поделились своим бесценным опытом российские медики и с нашими врачами. Группа посетила центральные инфекционные больницы, расположенные близ Алматы. В составе прибывших 32 человека – эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений. Как намеренные специалисты оптимизировать работу по борьбе с пандемией, расскажет Дамир Анитов. Рабочий визит в ЖТСУ группа начала со знакомства с Карасайской центральной районной больницей. Руководитель медучреждения рассказал иностранным коллегам о методах борьбы с КВИ. Согласно алгоритму, больных необходимо фильтровать. В стационаре находятся пациенты с неподтвержденным КВИ. Отороженных изолировали от других больных в инфекционной больнице на 80 мест. Лежит 325 человек. 328 лежит в провизорном, 45 лежит у нас в инфекционном стационаре. Они сейчас посмотрели, нашли кое-какие, сделали кое-какие медзамечания, дали нам советы. Эти советы, кстати, очень уместные. Мы приняли это к сведению и дальше будем разрабатывать, совместно с ними работать. Потому что мы сейчас обменялись телефонами, средствами-связями, гаджетами и будем держать друг друга на связи. Не теряя ни минуты, делегация врачей отправилась в Велийский район. Они однакомились с проводимой работой коллег из центральной районной больницы. На сегодня здесь имеется стационар на 210 коек и провизорное отделение на 250 человек. Учреждение оснащено восьми аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии. Однако отсутствует ПЦР-лаборатория. ПЦР-лаборатория нету. Мы все эти анализы ввозим в Инглиш-Казахский район. Там имеется ПЦР-лаборатория и там определяют нам. Сейчас вопрос стоит об установке к нам в Велийский район АПЦР-лаборатория. В ближайшее время этот вопрос решится. У нас до этого времени функционировали провизорные койки на 130 коек. С 12 числа мы еще открыли на 120 коек, провизорных коек. Не может быть так, чтобы в Республике Казахстан они резко отличались от московских, потому что вы, опять же, пользуетесь международным опытом. Мы, безусловно, свои наработки предложим Министерству здравоохранения Республики Казахстан. Но сказать, что есть большая разница в методиках лечения, ну, пожалуй, наверное, разница где-то недели в две. То есть, если, условно говоря, в России сейчас седьмые методические рекомендации, то на сегодняшний день вы пользуетесь теми же российскими только пятого-шестого пересмотра. Побывали врачи из соседней страны и в больнице Инбекши Казахского района. В прилегающих к Алма-Ате регионах и были зарегистрированы самые первые факты заболевания. А позднее и распространение КВИ. Из 624 человек с диагностом коронавирусная инфекция на сегодня лечение в стационаре проходит 374 пациента. На сегодняшний день у нас развернуто 75 коек инфекционных для COVID-инфекции и 180 коек провизорных для неподтвержденного COVID-инфекции. И в основном это пациенты с пневмонией, с тяжелыми пневмониями, средней тяжелой тяжести. Общая нагрузка на врачей, на медицинский персонал, на средний, младший медперсонал. И учитывая эту нагрузку, Акимат Инбекши Казахского района оказывает нам помощь в обеспечении проживания этих наших сотрудников вне дома. Это проживание в условиях здесь, в общем-то, чистого воздуха. Это санаторий Денсалок, где, отработав смену восьмичасовую, врачи, медсестры, санитарки доставляются в этот санаторий. У нас есть чему друг друга поучиться, справедливо подчеркнули коллеги из дружественной страны. Казахстан и Россия должны объединить накопленный опыт, чтобы эффективнее противостоять неотвратимому врагу, считают медики обеих стран. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Оснащенность медикаментами – один из главных факторов в борьбе с инфекцией. Дополнительно на закуп лекарственных средств. Акимобласти поручил выделить 500 миллионов тенге. Пойдут они в первую очередь на оснащенность медикаментами больниц и должны решить наболевший вопрос с дефицитом лекарств в аптеках. Ажиотаж по этому поводу не утихает и сегодня. Люди, опасаясь заболевания, стали закупать лекарства впрок. В итоге образовался дефицит антибиотиков, жаропонижающих лекарств и противовирусных препаратов. Для стабилизации обстановки руководство области заключило ряд соглашений с аптечными компаниями о поставке дополнительного объема самых необходимых лекарств. Ситуация на контроле специально созданных мониторинговых групп, в обязанностях которых и контроль цен на препараты острой необходимости. Работают они сегодня повсеместно. Один из таких рейдов возглавил заместитель Акима области Батыржан Байжуманов. Масштабные рейды проводят и представители Департамента здравоохранения, областного санэпиднадзора, антикоррупционного комитета и общественные деятели Талдыкургана. В зону внимания попадают ведущие аптеки областного центра. Представители спецгруппы интересуют наличие востребованных в период пандемии препаратов. Аспирин, аскорбиновая кислоты, парацетамол, а также ряд антибиотиков. Поставщики сейчас перегружены, заявки задерживают. Самых таких ходовых, конечно, уже нет. Азитромицинов нет, цифрофорсоцинов нет. А пенициллины? Пенициллинов нет. Ампициллины? Ампициллин только флаконы. Энгаверин сразу исчез. Сразу, да? Сразу исчез. Энгаверин и все противовирусные, арбифлю, арбидол сразу исчезли. Это первая неделя ажиотажа. Люди прям очень большой поток. А к чему? Следует отметить, что 2 июля этого года между госорганами и фармацевтами Алматинской области был подписан меморандум о сотрудничестве. Согласно этому документу, аптечные точки региона должны удерживать стабильные цены на 60 видов наиболее востребованных лекарственных средств. В ходе проводимого рейда специальная мониторинговая группа во главе с заместителем АКИ Малматинской области проинспектировала аптечные склады областного центра на предмет наличия необходимых медикаментов. Поставки у нас идут по графику еженедельно, один раз в пятницу. При большой потребности, при появлении на головном складе каких-то препаратов мы отправляем свой транспорт и привозим. Как только мы получаем товар, аптеки все информированы, мы по их заявке формируем товар и на своем транспорте стараемся максимально короткие сроки развести. Цены у нас регулируются государством, есть приказ Министерства здравоохранения. Большой груз ложится и на представителя Палматинской области ТО СК «Формация» единого поставщика лекарственных средств. Как отметили члены мониторинговой группы, буквально недавно здесь был завоз новой партии медикаментов. Сегодня мы видим, что привезли, разгружают. Сейчас они моментально будут развозиться по районам, районным больницам и областным больницам тоже. По поручению Акима области с местного бюджета дополнительно выделено 500 миллионов тенге из местного бюджета для приобретения лекарственных средств, которые будут также распределены по больницам и поликлиникам. Кроме этого, на 50 миллионов тенге в ближайшее время планируется закуп противовирусных лекарств, которые будут распределены бесплатно для людей из группы риска. Специальная группа «Регулярный мониторинг» ведет с 12 июля. За несколько дней было проверено более 140 объектов. К административной ответственности за повышение цен на социально значимые лекарственные средства привлечены 6 владельцев аптек. Хочу предупредить, что если будут нами изобличены установленные необоснованные завышения цен на первые необходимые медикаменты, будут жесткие меры приниматься, вплоть до лишения лицензии. В настоящее время в Талдыкургане функционируют три фармацевтических склада, откуда происходит оптовое обеспечение препаратами медицинского назначения аптеки Скальдинского, Коксусского, Каратальского и других районов Талдыкурганского региона Алматинской области. Члены мониторинговой группы предупредили администрации аптек и фармацевтических складов о недопустимости завышения цен на лекарства и средства защиты от вирусов. Довели до сведения об их ответственности через суд, вплоть до отзыва лицензии. Так что теперь спекулянтам есть над чем задуматься. Такие летучие группы могут появиться в аптечных точках в любой момент. Евгения Присяжина, Ербол Танцелов, Абылай Кутыкбайт. Специально для программы АПТА. Приняты сегодня в области экстренные меры по закупу аппаратов ИВЛ. Выделенные из бюджета средства позволят уже в самое ближайшее время дооснастить больницы так необходимым сегодня спецоборудованием. На этой неделе в Акимате детально рассмотрели обстановку в разрезе каждого региона. Радует и то, что много неравнодушных людей, которые тоже стремятся помочь. Так меценаты региона организовали благотворительную акцию «Вирус добра». И он уже охватил десятки добрых сердец, благодаря которым только на этой неделе в больницы региона уже поступило новое оборудование. В условиях пандемии вопрос оснащения и укомплектования больниц является, пожалуй, одним из самых приоритетных. Он на особом контроле руководства области. Уже принят ряд конкретных мер по оснащению больниц так необходимыми сегодня аппаратами ИВЛ. По поручению Акима области Аманды Кабаталова для этого выделены дополнительные средства из резервного фонда. С резерва области выделено более 600 миллионов тенген, а приобретение сегодня 50 ИВЛ. Поставка уже идёт. В ближайшее время эти ИВЛ тоже будут распределены по регионам. Также с местного бюджета дополнительно мы закупаем 100 ИВЛ. Вопрос оснащенности больниц с необходимыми медикаментами и спецоборудованием сегодня главный вопрос и для каждого Акима на местах, предупредил заместитель Акима области Батаржан Байжуманов. Изыскать резервы и держать ситуацию под контролем – задача номер один. Впрочем, на помощь откликнулись и меценаты. Предприниматели региона инициировали благотворительную акцию под названием «Вирус добра», который в одночасье охватил всех тех, кто в силах сегодня помочь другим. Так владельцы частных детских садов Талдыкургана подарили кислородный концентратор областной больницы. Такой же аппарат передала дирекция центральной аптеки коллективу регионального кожно-венерологического диспансера. Пять единиц оборудования предоставило объединение «Актив бизнес комьюнити». За счет частных средств только на этой неделе больницы Талдыкургана получили порядка 20 кислородных концентраторов. Стоит отметить, что большую поддержку в приобретении оборудования оказывают не только бизнесмены, но и рядовые граждане, участвуя в специальных сборах. На сегодняшний день это первая поставка, те аппараты, которые мы нашли именно в данный момент в городе Талдыкургана, потому что больницы очень нуждаются в аппаратах именно сейчас. В течение 10 дней нам обещали поставить около 50-60 штук аппаратов концентраторов кислорода, которые мы уже проплатили в этот понедельник. Я думаю, в течение 10 дней, если все будет нормально, они будут уже в городе. После этого в сегодняшнем созданном штабе будет распределение этих аппаратов, и мы их уже будем передавать в пользование больницам города, в ближайших районах и регионах. На сегодняшний день в медицинских организациях Алматинской области имеется более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и свыше 350 передвижных кислородных концентраторов. Помимо оборудования неравнодушные граждане помогают больницам приобретение необходимых лекарственных препаратов. Существенную поддержку в столь нелегкий период оказывают и дружеские государства, и международные организации. Так, на этой неделе в Талдыкурган прибыла гуманитарная помощь из России и от Всемирной организации здравоохранения. Получаются защитные щитки для лица 25 тысяч, защитные очки для медикаментства 3600, медицинские халаты у нас 6700 прибыло, маски медицинские, хирургические 18 тысяч, и респираторные маски маркой КН-95, 51 тысячи. Это у нас они поступили с Всемирной организации здравоохранения. А также у нас еще поступили средства из Российской Федерации. Там тоже у нас имеются защитные средства и лекарства, которые предназначены именно для противовирусных, коронавирусных называются, в количестве 230 штук. Общий вес гуманитарной помощи составил более 10 тонн. В самые ближайшие дни он будет распределен по медицинским организациям региона. Помогает кто как может. Пример неравнодушия и искренней заботы показали активные нуратановцы. Представители областного филиала партии большинства и его молодежного крыла Жосотан в этот нелегкий период решили поддержать медицинский персонал. Работники стационаров и поликлиник оказались в цейтноте пандемии. Им в первую очередь необходимо укрепить иммунитет, считают партийцы. А потому наладили поставки национального иммуноукрепляющего продукта в больнице региона. Отныне представители нуратана, Жосотана и волонтеры будут раз в неделю поставлять 50 литров кумуса и столько же шубата медицинским работникам областной больницы. Продукция заводская и соответствует санитарным требованиям, отмечают организаторы. Сейчас в провизорном отделении областной больницы проходит лечение 192 больных коронавирусом, еще 94 пациента в инфекционном. Работы действительно много. И такая помощь помогает не выбиться из сил, говорят врачи. Ведь о целебных свойствах этих национальных напитков говорили испокон веков. Доказывают это и современные ученые. Среди медицинских сотрудников 343 человека работают. То есть задействованы они в трехсменном режиме работают. Через каждые 8 часов меняются, но в смену выходит 150 человек. Это как и врачи, так и средний медицинский персонал, и младший медицинский персонал. Любая помощь, тем более это уже доказано, уже мировой практикой, что хумысотерапия именно при заболеваниях верхних дыхательных путей, иммунодепрессивных состояниях организма, это очень полезно. И выражаем большую благодарность. Также активисты организовали доставку полезного продукта 20 медицинским работникам Талдыкургана на дом. Ежедневно оказывая помощь больным с коронавирусом, они заболели и сами. Также нами активизирована работа в WhatsApp, в Instagram, в Facebook, где могут наши жители, простые жители города, обратиться с просьбой найти им какие-либо антибиотики, либо лекарства. Мы даем информацию, в какой аптеке, где можно приобеседовать. Если есть необходимость, то у нас есть мобильная группа в составе волонтеров. Они могут доставить до адресата антибиотики или нужные лекарства за счет средств, кто дал заявку. Медработников по состоянию здоровья, оказавшихся на лечении, представители партии намерены поддерживать до полного выздоровления и выхода на работу. Еще одна хорошая новость. Станция скорой помощи Алматинской области переехала в новое здание. Теперь у дежурных служб есть комфортабельные помещения для каждого отдела. Полностью обновлена материально-техническая база, а к концу года местные власти закупят еще 100 автомобилей. На сегодняшний день все сотрудники укомплектованы средствами индивидуальной защиты. Масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Отметим, в день на пульт дежурных скорой помощи поступает около 4000 звонков. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Где ранее мы располагались, здание было некомфортабельным, неудобным для наших работников. В этом диспетчерском отделе у нас есть отдельные комнаты, где располагаются диспетчера по приему вызовов, диспетчера-эвакуаторы отдельно. Есть комнаты отдыха и все гигиенические условия сохранены. Ну а тем временем в области началась тотальная дезинфекция. Под особым вниманием все общественные места, детские и спортивные площадки, прилегающая территория медицинских учреждений, торговых домов и многоэтажного сектора, тротуары, скверы и парки. Словом, все, где наблюдается скопление людей. Специально созданные бригады работают круглосуточно, чтобы охватить как можно больше территории и обезопасить население. Евгения Присяжная о принятых сегодня мерах дезинфекции. Поделив Талдыкурган на секторы, власти областного центра контролируют проведение дезинфекционных работ. Под прицел ежедневной санобработки попадают прилегающие территории всех домов многоэтажного сектора, больниц и поликлиник. Не остаются без внимания проезжие части пешеходной зоны. Всего дезинфекционной обработкой охвачено 275 дворов и территорий 753 многоэтажных домов. В санитарных работах задействовано около 30 человек и 9 единиц спецтехники и коммунальных служб. Дезинфекция проводится не только днём, но и в ночное время. Мы проводим ежедневную дезинфекцию города. Сейчас обеззараживаем улицы, детские площадки, спортивные территории в микрорайоне Каратал. В центре Талдыкургана уже провели обработку. Сейчас во время усиленного карантинного режима работаем без выходных в три смены. Дезинфекционные мероприятия по поручению Акима области усилили во всех районах. Под особым вниманием общественные места, детские площадки, прилегающие территории медучреждений. Санобработка охвачена более 21 миллиона квадратных метров. Работы ведутся круглосуточно и повсеместно. Из резерва Акимата области на дезинфекцию территорий и объектов региона выделено порядка 330 миллионов тенге. В санобработках задействовано более 60 единиц спецтехники. К дезмероприятиям также привлечены 35 субъектов частного бизнеса, с которыми заключены договоры на сумму более 194 миллионов тенге. Власти Алматинской области убедительно просят жителей региона отнестись с пониманием к профилактическим мерам, ведь они направлены в первую очередь на сохранение здоровья населения. Евгения Присяжная, Абылай Кутыкбай. Специально для программы АПТА. Особое внимание моногороду Текили. За последнее время в городе зафиксирован рост заболеваемости. По специальному распоряжению Акима области на въезде в Текили вновь установили санитарный пост. Мера более чем оправдана. В летнее время посещаемость местных красот туристического города выросла в разы, а вместе с тем и число заразившихся коронавирусом. Анализы более 150 текилийцев на коронавирус оказались положительными. При общей численности населения в 33 тысячи человек. Ситуация отнюдь не радужная. Количество заболевших пневмонией тоже остается сложной. Воспаление легких диагностировано у более чем 50 человек. Местный провизорный стационар заполнен на 95%. Учитывая, что Текили – один из туристически направленных регионов области, по поручению Акима области, на въезде в моногород установлен санитарный пост, а в самом городе ведется активная дезинфекция. В выходные дни, праздничные дни в город Текили приезжает очень много гостей, туристов, отдыхающих, которые прямо по городу поднимаются в сторону гор. Город отдыхает, но многие из них в результате заболевают. И поэтому хотим предотвратить, потому что этот город маленький, компактный, в основном проживает пожилые граждане. Санитарные мероприятия охватывают 48 дворовых территорий и более 100 улиц. В работах задействовано более 15 человек и 2 единицы спецтехники. Под обработку попали места наибольшего скопления людей – парки, скверы, детские площадки и рынки. С 8 утра до 2-3 обеда мы будем обрабатывать полностью город Текили. Каждый день, ежедневно обрабатывается. Используем гипохарид натрия. 15 человек у нас сейчас в данное время, 2 техники. Усиленный режим карантина и в целом повсеместная дезинфекция продлится в Текили до конца июля. Но при условии, если эпид-ситуация в моногороде нормализуется. На уже завтра казахстанские учителя начнут онлайн-курсы по основам киберпедагогики и методологии обучения в дистанционном формате. Новые формы обучения требуют новых подходов и умения работать с эти технологиями в виде интернет-платформ. Напомним, школьники первую часть начнут в дистанционном формате. Да, задача не из легких и в первую очередь для родителей, которые вместе со своими детьми тоже стали познавать основы IT-технологий. Особенно по этому поводу сегодня, безусловно, переживают родители первоклашек, которым предстоит первый раз сесть не за школьные парты, а за экраны компьютеров. Около 50 тысяч детей в этом году пойдут в первый класс в Алматинской области. Такой прогноз делает региональное управление образованием. Прием документов в первый класс будет доступен до 1 августа. Подать заявление можно двумя способами. Подробнее обо всех нюансах поступления в школу расскажет Ануар Амангельдинов. Прием документов впервые проводится двумя способами – электронно и письменно. Большинство родителей выбирают второй вариант. Так поступила и талдукурганка Оралхан Умбетова. Как поясняет мать троих детей, для нее этот формат более привычен и удобен. В этом году в первый класс пойдет мой сын. Он у нас второй ребенок в семье. Хочу, чтобы обучался в той же школе, что и моя старшая дочь. Мне нравится это учебное заведение. Однако специалисты рекомендуют перейти на электронный формат. В период пандемии это безопасно. А учитывая занятость родителей, то и оперативно, говорят они. Для подачи заявки онлайн необходимо зайти на сайт ЕГОВ. В разделе «Услуги» найти сферу образования. И там каждый родитель сможет получить краткую инструкцию действий. Рассматривается заявление всего один день. Чтобы подать электронное заявление, у родителей должна быть электронно-цифровая подпись. Если у них нет ЭЦП, то мы в школе создаем временную электронно-цифровую подпись. У нас есть два специалиста, которые этим занимаются. На сегодняшний день через подачу электронного заявления мы приняли более ста детей. Удобство онлайн-заявок в том, что через интегрированную сеть мы можем узнать статус семьи ребёнка. Положено ли ему бесплатное питание, где проживает семья. Дети, которые живут близко к учебному заведению, принимаются в школу в первую очередь. Приём документов ведётся до 1 августа. По прогнозам регионального управления образования, в этом году в первый класс пойдут около 50 тысяч детей ЖИТСУ. Это были главные новости за неделю. Помните, наше здоровье в наших руках. Берегите себя и своих близких. Ну а мы встретимся ровно через неделю в это же время на телеканале ЖИТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова